Девушки отдыхают Именно так появились на свет следующие несколько часов жизни знаменитого ученого Гордона Фримена. Первую порцию эпизодов мы получили примерно полтора года назад. Там, если кто вдруг забыл, в конце Фримен с его напарницей Эликс уносились на поезде вдаль от гигантского портала, открывающегося над полуразрушенной цитаделью Замбайна. И вот Стим, пошумев жестким диском, заканчивает скачивать необходимые обновления. Эпизод 2 приветствует игрока коротким роликом, напоминая события прошлой части, а Гордон приходит в себя внутри того самого поезда, который больше никуда не едет. С чем же предстоит встретиться игроку? Во-первых, здесь окончательно довели до ума систему разбиения игры на части. Нам дадут вполне определенный кусочек сюжетного пирога, столько-то часов игрового процесса, но зато они отполированы просто до предела. Здесь буквально чувствуется энергия бета-тестеров, которые днями и неделями, только и делали, что без устали играли, не забывая регулярно критиковать разработчиков. Эксперименты в игровом процессе в итоге оставили на долю портал, а тут все максимально консервативно. Если интересно, в режиме комментариев авторы с удовольствием поделятся историей разработки тех или иных локаций. Видов оружия тоже немного. Среди них нет ничего нового, разве что бомба доктора Магнуссона. Ее изобрели специально для уничтожения шагунов. Но применяется она не сама по себе, а подхватывается гравипушкой, так что звание нового вида оружия ей можно дать лишь с натяжкой. Два новых противника — надоедливые ядовитые родственники муравьиных львов, так называемые рабочие львы, и карманные варианты шагунов — охотники, один из которых едва не разлучает нас с боевой подругой. Хорошо, что поблизости оказался Вартигонт, который при помощи друзей сумел вернуть Эликс к жизни. Не упал общий уровень головоломок, в частности, связанных с физикой. Их действительно интересно решать, а некоторые с первого захода и не осилить. Чаще обычного вы будете оказываться на замкнутой арене, где до определенного момента нужно отбивать атаки противников. К примеру, в шахте, когда при помощи двух помощников и переносных пулеметов нужно сдерживать врагов с пяти направлений. Или в лесу, когда шагуны, разрушая блокпосты по дороге, будут все ближе и ближе подбираться к базе повстанцев. Нас ожидает запуск еще одной ракеты. Прямо как в оригинальном Half-Life. Только на этот раз, чтобы закрыть портал зомбайнов. Нажать на кнопку пуска доверят именно вам. При отправке обнаружилось несколько килограммов лишнего веса. Есть подозрение, что в небо за компанией улетела ручной головокраб доктора Клеймера. И, наконец, в кадре опять промелькнет загадочный G-Man. Ничего нового, но похоже, что о нем знают и другие бывшие сотрудники черной мессы. Игра претерпела некоторые косметические изменения в технологическом плане. Это все тот же универсальный Source Engine, к которому прикрутили новый эффект Motion Blur. Весьма грамотное и ненавязчивое размытие. А также добавили возможность включить текстуры очень высокого качества. Впрочем, без определенного количества дюймов в диагонали монитора разницу заметить будет довольно сложно. Появилась новая технология изменения поверхностей в реальном времени. Так называемая кинематографичная физика. Пока ее можно отметить в основном на гнущихся опорах мостов, но, скорее всего, мы с ней еще не раз встретимся в будущем. Незаметно улучшился костюм Фримена. Где-то между отъездом поезда из Сити-17 и началом второго эпизода фонарику выделили отдельный источник питания. Теперь даже раздражавшая проблема постоянно выключающегося во время бега освещения и та осталась в прошлом. По комментариям разработчиков, это обосновано поломкой костюма во время аварии поезда. Как именно, не совсем понятно. Да и авторы не уточняют. Очень интересно прослеживаются изменения, которые авторы вносили по мере разработки. Гейб Ньюэлл сдержал данное слово. Действительно, здесь все-таки погибает, причем похоже, что окончательно один из ключевых персонажей. Зато, проанализировав рекламный ролик, который мы видели в конце первого эпизода, невольно замечаешь, что вырезали сцену, где Эликс висит над пропастью. По комментарию одного из разработчиков, мы должны были спускаться вниз из поезда, застрявшего над каньоном с помощью серии сложных прыжков. Но у людей, тестировавших игру, это вызвало затруднения, поэтому самое начало пришлось изменить. Место, где на Дейликс колдует вартигонты, выглядит не совсем так, а на стенах отсутствует логотип шахты имени 50-летия Победы. По-видимому, название придумалось позднее. В игровом видео не так солидно выглядит местное транспортное средство, на нем еще не установлен радар, а место пассажира во время поездки по железной дороге гордо пустует. Видимо, дочь Элла и Венса тогда еще не планировала составлять нам компанию. А в финальной битве за ракету в оригинале против вас сражались не только шагуны и охотники, но и элитные подразделения зомбайнов. Позже, из-за чрезмерной сложности сцены, двуногих противников решили убрать. Итак, в результате мы получили игру, которую кто-то презрительно назовет очередным повторением пройденного, а кто-то получит массу удовольствия. Да, в ней есть недостаток, очень уж мало досталось нам игровых часов, но на то это и эпизод, всего лишь частичка целой картины. Блестящий игровой процесс, помощники в лице Эликс и Вартигонта, все еще вполне современная графика, что не говори, а Valve держит марку. Пока плывут титры второго эпизода, встает логичный вопрос — что же нас ждет дальше? Нет, понятно, что эпизод с номером три. Очевидно и то, что ждать его нужно где-то через год. В конце второго эпизода нет видеоролика с рекламой следующей части, то ли разработчики еще не решили, что показывать, то ли из-за общего трагизма концовки. Вероятно, мы наконец попадем на тот самый корабль «Борей», по которому можно было погулять еще в бета-версии Half-Life 2. Его же можно было заметить и на ранних скриншотах. Ходят слухи, что нас ждет встреча и с изобретениями Aperture Laboratory, с представленными в Portal. Это фирма-конкурент Black Mesa из той же вселенной, которая разработала технологии телепортации гораздо раньше. И, может быть, мы даже увидим еще раз знаменитый кубик с сердечком. Но это, конечно, пока только мечты. Ну а что будет на самом деле, скоро узнаем. Относительно скоро. Игровой процесс, постановки и интригующий сюжет вытягивают игру, заставляя с жадностью проходить одну главу за другой и требовать продолжения. Субтитры создавал DimaTorzok